Приветствую, я Елена Доценко и мы поговорим об экономике. Назрело. Эффективная экономика невозможна без поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня лишь 6 процентов россиян начинающие предприниматели, а это значит, что система поддержки недостаточно эффективна. Как же ее скорректировать? Прежде всего необходимо принять меры по ослаблению давления на бизнес со стороны контролирующих органов, о чем неустанно говорит президент. Кроме того, нужно подвергнуть ревизии существующие госпрограммы в сфере поддержки предпринимателей, оставить только те, что реально работают. Сегодня наши местные предприниматели всерьез поднимают тему стратегии развития Архангельска. Они должны знать, вокруг чего строить свой бизнес, а для этого должны иметь четкое представление о том, по какому пути пойдет областной центр. Будет ли это студенческий город или туристический центр? Какие планы у власти относительно развития промышленности? И, наконец, что будет с дорожной инфраструктурой? Например, появится ли, наконец, новый мост через Соломбулу, который давно обещают построить? Для тех, кто занимается сегодня лесным бизнесом, вопрос этот далеко не праздный. Ведь проезд крупногабаритного груза через Кузнечевский мост возможен только ночью, а это совсем неудобно для производства, основным сырьем для которого является лес. Кстати, Олесе, к чести наших предпринимателей, сумевших не дать угаснуть этой некогда передовой отрасли экономики Архангельского края, лесопромышленная сфера остается в числе передовых. Например, в Устьянском районе на предприятиях, которые занимаются заготовкой, вывозкой, глубокой переработкой древесины, трудится почти полторы тысячи человек. В Цигламине, где не так давно открылось пилетное производство, современное оборудование обслуживают только высококвалифицированные специалисты. Дополнительно там создали 20 рабочих мест. А что делать с населенными пунктами, которые специально создавались при лесозаготовительных предприятиях, которые давно закрылись? Люди продолжают в них жить, давно не надеясь на светлое будущее. По мнению большинства экспертов, в таких местах из-за истощения лесных ресурсов возобновить былой масштаб производства уже невозможно, поэтому нужно искать альтернативные пути развития экономической жизни лесных поселков. Это и лесовосстановление, сбор и переработка грибов и ягод. Это может быть природный или исторический туризм, изготовление сувениров. Одним словом, применительно каждому конкретному лесному поселку набор мер по выходу из кризиса может быть своим. Но все эти меры требуют наличия инициативных людей, готовых организовывать свое дело. А вот им-то и нужна помощь государства, направленная на развитие частного предпринимательства. Это и проведение обучающих курсов, и создание возможностей для получения малых кредитов на приемлемых условиях. Важно дать им зеленый свет, а не пуститься по пути запретов. А еще бизнес должен принимать прямое участие в выработке решений, связанных с подготовкой кадров. Стране нужны рабочие руки, но молодые люди до сих пор находятся под магнетизмом слов «менеджер» и «мерчандайзер». А значит нужно, чтобы молодежь видела будущее рабочего человека. Достойная зарплата, решенный квартирный вопрос, полный соцпакет. Вот только некоторые перспективы для тех, кто решает пойти в рабочие. А еще уверенность в своей востребованности, что давно не дает ни профессия юриста, ни финансиста. Наши мальчишки должны уметь пользоваться и молотком, и напильником. Будущий высококлассный инженер должен чувствовать любую деталь, уметь собственными руками поставить ее на место. А для этого в школу нужно вернуть прежние уроки труда, где воспитывались усердие и терпение. Конечно, правительство принимает определенные меры по решению этого вопроса. Например, Министерство образования и науки приступило к реализации проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов». Необходимо, чтобы и мы стали его участником. Пока же Архангельск только в перспективе может войти в тридцатку лучших городов для бизнеса по версии Forbes. Эксперты, кстати, отдали предпочтение нашим соседям – Мурманску и Череповцу. А ведь нам важно быть включенными в важнейшие федеральные программы. Например, в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-Западного округа, который составил Минрегион России. Поморье там пока не значится. Теплого вам лета и благоприятного инвестиционного климата. Благодарю.